Многие решения артемовского руководства воспринимаются населением муниципалитета весьма неоднозначно, и чтобы внести конкретику, приходится прибегать к помощи надзорных органов. В частности, Артемовская городская прокуратура вплотную занималась вопросом о реорганизации школы номер 5, что в селе Большое Трифоново. Напомним, в октябре прошлого года глава Артемовского городского округа издал постановление, в соответствии с которым с 1 января текущего года 85 учеников должны были ездить на учебу за 10 километров в школу села Покровская, руководителем ТОМС, которого до этого много лет проработал нынешний глава муниципалитета. При этом прокуратурой установлено, что в связи с отсутствием у школы села Покровская лицензии на право осуществления образовательного процесса в здании школы в селе Большое Трифоново ученики пятой школы были поставлены перед выбором либо преодолевать значительное расстояние, либо попросту отказаться от получения образования, право на которое закреплено Конституцией Российской Федерации. Но не будем забывать и о школьном коллективе, ведь в сложившейся ситуации им пришлось бы перезаключать трудовые договоры, да и далеко не факт, что все они смогли бы получить работу в другой школе. Занимаясь вопросом правомерности принятия подобного решения, Артемовская прокуратура прежде всего руководствовалась законом и логикой, которая требует четких обоснований для действий такого характера. Как выяснилось, на стол главы легло постановление специальной комиссии по факту, состоящей лишь из сотрудников и руководства нашего управления образования и казенного учреждения Центра обеспечения деятельности системы образования, что противоречит установленным требованиям, которые говорят о том, что в составе такой комиссии обязательно должны быть представители общественных организаций, коими вышеозначенные структуры не являются, а значит и комиссия не является легитимной. Дальше больше. В действующем уставе школы номер 5 черным по белому сказано, что любая реорганизация учреждения возможна лишь с учетом мнения местных жителей. Вот только у селян этого мнения никто не спрашивал. При этом внятного обоснования необходимости реорганизации сотрудники прокуратуры так и не выявили, что и не мудрено. Ознакомившись с образцами подобных документов из соседних муниципалитетов, они обнаружили, что те представляют собой подробное разъяснение, занимающее не один десяток печатных листов, в то время как на стол главы легло по сути всего два. Причем первый из них содержал перечень членов комиссии, а на втором – короткое заключение – реорганизация возможна. Далее следовали подписи все тех же членов комиссии. Содержательно, не правда ли? В итоге суд признал как нелегитимность самой комиссии, так и несостоятельность ее доводов. И хотя судебный акт пока не вступил в силу, фактически прокуратуре удалось отстоять право ребят из Большого и Малого Трифонова, а также кислянки, получать образование там, где им удобно, а не ездить за десяток километров в соседнее село. И все же остается непонятным, чем не устроила пятая школа главу округа и местной образовательной структуры, а также каков профессиональный уровень юристов, которые работают в госучреждениях. Ведь именно они должны были тщательно контролировать весь процесс. Как бы то ни было, глава муниципалитета, заняв свой пост, весьма активно начал проводить политику кадровых изменений, перестраивать сложившуюся систему в соответствии с теми представлениями, которые он имеет. Правда, у нас с вами не спрашивают, нужно это или нет, чего мы хотим и в чем действительно нуждаемся. Главное, чтобы было так, как считает необходимым глава и те, кто работают с ним в одной упряжке. Вот только подписи под документами ставит Андрей Вячеславович, так что и отвечать в конечном счете придется ему.